Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 18 января. Как всегда, пройдемся по всем знакам и зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Десятка. Десятка жезлов. Много работы, много труда, много ответственности, много нужного во что-то вложиться. Потому что здесь вот в течение дня может быть много, может быть, предложить своих усилий, придется работать над чем-то. Но десятки также это указывает на завершение, на получение какого-то результата. Что-то заканчивается. Здесь, наконец-то, происходит кульминация ваших каких-то действий, трудов. Но смысл в том, что для кого-то, может быть, это, наконец, завершение, но что-то давалось трудно, сложно, непросто, преодолевали какие-то сложности, может быть, и препятствия для того, чтобы завершить, закончить что-то или получить результат. А для кого-то, может быть, это взять на себя какую-то дополнительную ответственность, работать над чем-то, трудиться и контролировать что-то, брать в свои руки. Но смысл в том, что здесь, да, много труда, много активности, но здесь нужно брать то, что физически вы сможете осилить. Иначе это может отразиться на вашем самочувствии, на вашем здоровье. Если есть такая возможность делегировать или просить о помощи, лучше, наверное, все-таки выбрать это. Или пересмотреть, по крайней мере, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Может быть, что-то, может быть, нужно будет прекращать уже делать. Это уже неважно или необходимо для вас здесь. Но здесь также вы будете пытаться выполнять, выполнять какие-то дела, работы, за всех, все сразу. Лучше распределите какие-то обязательства, чтобы не напрягать себя так много. Телец. Тройка. Тройка жезлов. Будете очень активными. Здесь человек шагает очень активно по своему какому-то проработанному плану, потому что будет четкий план действия. Есть план. Хотите большего, хотите лучшего. Какие-то планы могут быть связаны с учением, с переездами, с поездками. Может быть, кто-то поедет в какое-то новое место здесь. Но смысл в том, что вы будете в движении, вы будете в пути. Для кого-то это может произойти как прогресс в делах, известие, связанное с вашими какими-то делами. Если вы получаете сообщения или новости, то здесь должны они быть достаточно позитивными, потому что здесь еще больше что-то будет вас мотивировать, еще больше будет вам показывать то, что ситуация сама будет показывать то, что вы находитесь на правильном пути действия, и что ваш план работает. И также здесь еще вот-вот вы можете получить какой-то ответ, какой-то результат. Осталось всего немножечко. В течение дня какие-то бытовые могут быть дела здесь. Может быть, ездить по делам, решать какие-то вопросы. Может быть, здесь нужно будет читать какую-то инструкцию, либо соблюдать какой-то новый маршрут. Или это какие-то поездки могут быть, это какие-то переезды, путешествия тоже может быть. Близнецы. Двойка. Двойка жезлов. Здесь жезлы – это огненная стихия. По огненной стихии мы всегда загораемся, приходят к нам какие-то желания, какие-то инсайты. Мы чего-то хотим начать делать. И здесь вот человек, может быть, хочет большего, лучшего в своей жизни. Здесь уже человек смотрит вперед в будущее или планирует свое будущее. Но здесь самое главное – выбрать что-то, принять какое-то решение, определиться в чем-то, построить какой-то план, как вы что-то будете делать. Потому что да, есть стремление, есть фокус, есть желание, есть какие-то цели на будущее. Для кого-то это цели связаны с обучением, с переездами, с эмиграциями, с какими-то вторыми проектами. Или вы получать хотите высшее образование и делать это будете в загранице. Но самое главное – здесь, наверное, нужно будет определиться и начать строить какой-то план действия. Но стремление и желание, конечно же, у человека будет очень активно. Может быть, просто для кого-то в течение дня нужно будет делать какой-то выбор и что-то выбирать, и определяться в какой-то ситуации вашей. Вот здесь вот решение такое вы будете принимать. Кто-то будет строить план, работать над своим планом. Это что-то связанное с вашим будущим. Как я уже перечислила, здесь может быть и переезды, и все что угодно. Повторяться не буду. Рак. Паш. Паш Мечей. Известие, новости, сообщения. Могут быть какие-то письмо, документ какой-то, или начнете оформлять какие-то документы. Но если вы будете оформлять какие-то документы, то они будут на начинающем этапе здесь. Может быть, здесь заниматься будете обучением, или сами пойдете обучаться чему-то, или заниматься обучением вашего ребенка. Будете устраивать школу, искать подходящих учителей, репетиторов. И так далее. Либо, может быть, здесь вы будете работать над каким-то новым проектом, потому что здесь также могут быть новые идеи, новые мысли, новые планы, новая стратегия, новые какие-то интеллектуальные проекты. И здесь вы будете что-то прописывать, продумывать, проанализировать, выстраивать какую-то стратегию, или начать общаться с кем-то, собирать какую-то новую информацию, узнавать какую-то новую информацию для себя. Но здесь тогда вы будете узнавать то, чего раньше, может быть, не знали даже. Также, может быть, будете читать что-то новое. Кто-то, может быть, просто начнет читать какую-то новую книгу, или начнет обучаться чему-то новому, или познавать что-то новое здесь. Потому что паже – это всегда новое. Это знание, это коммуникация, это общение с кем-то. Для кого-то это может быть новая встреча, новое знакомство, новые переговоры могут начаться. Или какие-то телефонные звонки здесь будут, связанные с какими-то вашими планированиями. Лев. Четверка. Четверка – чаш. Здесь унылость, вялость, нет настроения, депрессивное состояние. Кто-то пытается вам навязать свое мнение, от чего-то будете отказываться. Может быть, попадете в какую-то компанию, компания вам не понравится, место, что-то вот здесь будет не нравиться вам. Потому что здесь немножечко такое настроение, как бы побыть в одиночестве, не захотите общаться с кем-то. Будете проявлять свои эмоции и недовольствие кому-то. Захотите, чтобы вас пожалели немножечко, поняли в какой-то ситуации. Вот здесь вы можете чувствовать себя очень уныло. И кто-то захочет просто отстраниться от какого-то общения, не отвечать на какие-то телефонные звонки или смс, или общаться с кем-то. Кто-то пытается навязать свое мнение или предлагает вам то, чего вы не совсем хотите. Кто-то обещал одно, а делает совершенно в итоге другое. И вот здесь вот могут быть такие вот немножечко темы, когда вы разочарованы в ком-то, в чем-то, или что-то вам не понравилось, место, еда и так далее. Дева. Карта Су. Старшая Аркана. Ангел трубе для вас какие-то важные известия, события. Раздастся какой-то звонок, услышите какие-то сообщения, получите какие-то важные документы, письмо, посылка, встречи, знакомства могут быть здесь. Что-то произойдет по карме, по судьбе. Если у вас намечаются какие-то судебные разбирательства накануне, то для вас это будет означать физический суд. Это может быть повестка суда, решение суда. Это может быть какой-то важный документ. Неважно, это не должно быть обязательно, что все связано, конечно, с судом, но это также еще могут быть какие-то легальные документы. Это может быть для кого-то документ ОПМЖ, документ с эмиграцией, с визой, может быть, связанный, или еще какой-то легальный документ, может быть, с квартирой, с домом, с чем угодно. Но это в зависимости от вашей личной ситуации, чем вы на данный момент занимаетесь и каких известий вы ждете. И вот здесь вот, может быть, получите наконец-то эти известия, потому что раздастся долгожданный звонок или получите долгожданный ответ от кого-то. Также часто эта карта у нас кармическая, и поэтому здесь, может быть, занимаетесь самокритикой, начинаете осознавать, что так, как вы живете, вы жить больше не хотите, начинать будете меняться, меняются ваши взгляды, меняются ваши мнения, а вы осознаете много что для себя. И вот здесь вот происходит внутренняя трансформация, изменение, перемены в вашей жизни, когда вы начинаете просто менять свою жизнь в лучшую сторону. Также еще, может быть, будете оценивать себя, свои какие-то поступки, которые вы завершили, совершили в прошлом. И здесь еще, может быть, одно из указаний, также отпустить прошлое для того, чтобы начать жить настоящим. Вот, и чтобы ваше прошлое не мешало вам, чтобы вы смогли хорошо сконцентрироваться на вашем будущем. Я бы еще вот сюда, наверное, бы добавила, что здесь что-то может быть связано с красным крестом, потому что здесь вот именно, может быть, звонит скорую помощь, ездить в больницу, обращаться за помощью кому-то, может быть, или кто-то к вам будет обращаться. Весы. Туз. Туз Пентакли. Хорошее предложение, может быть, какие-то новые начинания, новые возможности, новый источник дохода, новые заработки могут быть, получение каких-то денег, получение поддержки финансовой от кого-то, возврат денег, может быть, кто-то вернет вам денежку. Также это какие-то хорошие инвестиции, это когда финансы переходят на другой уровень, человек зарабатывает больше, лучше, потому что здесь предоставляются какие-то новые возможности. Это может быть начало бизнеса, который растет, развивается и дает вам доходы. Это какие-то проекты, над которыми вы можете заработать, и здесь придут какие-то новые финансы. Это также вложение в недвижимость, или в какое-то свое дело, или в какой-то проект. Здесь может быть покупка чего-то ценного. Для кого-то это может быть недвижимость, для кого-то это может быть, я не знаю, машина, приобретение что-то, но в зависимости, что для вас на данный момент важно. Но смысл в том, что здесь вы можете приобрести что-то ценное. Да, траты тоже могут быть. Траты для дома, для уюта, для комфорта, для бизнеса. Это какие-то приобретения могут тоже быть. Может быть, новые траты. То, чего не планировали еще. Скорпион. Карта Луна, Старший Аркан. Быть под каким-то сомнением, быть в заблуждении. Кто-то вводит вас в заблуждение. Здесь будет какая-то ситуация, в которой вы окажетесь, что-то неясным, непонятным, неизвестным. Кто-то, может быть, обманывает, или недоговаривает, или скрывает что-то от вас. В течение дня настроение будет меняться. Будете чувствовать себя очень эмоциональными здесь. Также здесь еще это карта материнства. Здесь, может быть, нужно позаботиться о своих близких, о своих детях. Может быть, будете проявлять свои эмоции очень активно, потому что эмоции здесь будут, знаете, бурлить просто. Здесь зашкаливает просто. И здесь то вам комфортно, хорошо, то вы расстраиваетесь, то вы показываете свое недовольствие. Это вялость. Это, может быть, когда неохота ничего делать, лень. Может быть, просто захотите полежать, отдохнуть. Это, может быть, плохое самочувствие, когда не совсем комфортно или не здоровится. Или здесь, может быть, знаете, когда не знать, как поступить в какой-то ситуации, как я говорю, из-за кого-то, потому что кто-то чего-то недоговаривает. Может быть, здесь что-то нужно будет прояснить. Или провести это время с близкими, позаботиться о них. Или кто-то будет, может быть, заботиться о вас. Может быть, вы плохо себя будете чувствовать, и кто-то будет вас лелеять, заботиться, ухаживать за вами. Стрелец. Карта башни. Что-то может пойти не по плану. Меняться будут ваши планы, откладываться что-то, происходить какие-то задержки. Это, может быть, нелетная погода, если кто-то планирует лететь. Здесь нужно быть очень осторожными, потому что это очень агрессивная карта, потому что это энергетика планеты Марса. Марс у нас очень быстрая, шустрая, активная планета, но в то же время и агрессивная. Здесь, может быть, вы можете спыльнуть, здесь может быть эмоциональный такой взрыв быть, здесь кто-то будет провоцировать на скандалы, на ругань, здесь, может быть, также внезапные какие-то события возникнуть. Здесь вот именно как гром среди ясного неба, когда какая-то ситуация, которая вас может ошокировать. Или вы самостоятельно начнете что-то менять, перепланировать или откладывать что-то, отменять что-то. Просто нужно еще быть внимательными здесь, если вы за рулем или если вы пешеход, не важно, здесь нужна осторожность, потому что здесь часто указывают на поломки, на аварии, на ушибы, порезы, ожоги. Просто обращайтесь аккуратно с острыми предметами, и, конечно же, с огнем. И будьте внимательными на дорогах. Или здесь, может быть, еще, знаете, в доме что-то внезапно может поломаться. Электрическое замыкание, может быть, или что-то начнется такое вот ломаться, техника какая-то, может быть. Может быть, мастера нужно будет вызвать, чтобы что-то починить. Ну, такая вот непредсказуемая, может быть, еще ситуация. Козерог. Здесь у нас карта «Справедливость». Здесь, может быть, нужно будет общаться с юристами, с какими-то специалистами. Нужно будет узнавать какую-то информацию, подготавливать какие-то документы. Здесь, может быть, ответ какой-то придет, очень важный, какие-то легальные документы. Или, может быть, что-то нужно будет заверить, узаконить нотариусом, или куда-то сходить в какую-то легальную контору, допустим. Или, может быть, здесь, когда вы должны будете что-то проанализировать, сбалансировать, обдумать тщательно и потом уже принять какое-то решение. Потому что здесь самое главное – оценить ситуацию, в которой вы окажетесь. Здесь хорошая карта на подписку каких-то документов, заключение сделок, контрактов. Если у вас намечались какие-то судебные разбирательства, или вы ждете какого-то ответа, то здесь, может быть, ответ суда, решение суда, повестка в суд, или, может быть, здесь ответ, связанный даже с иммиграционными какими-то вопросами, с визами, с ПМЖ. Это тоже, может быть, потому что здесь вот именно что-то, связанное с законом. Или, может быть, проконсультироваться в этот день нужно будет у юриста, потому что не будете знать каких-то нюансов. И здесь нужно будет взять какой-то совет, и нужна будет помощь чья-то. Водолей. Карта звезда, старший аркан. Здесь, когда тянутся до своей звезды, до своей мечты, исполнение желаний, реализация цели, успех, достижение, везение, здесь человек верил, надеялся, и, наконец-то, его надежды здесь оправдались, потому что что-то очень хорошо получится. Также, если вы блогер по профессии, для вас это будет указывать на популярность, когда вы яркая звездочка, горите, сияете. И вот здесь вы, наконец-то, может быть, становитесь популярными, вас принимает публика, здесь вас поддерживают, здесь реализовываются ваши цели, здесь, может быть, делать какое-то публичное выступление, получать какие-то известия, новости, связанные с вашими желаниями и целями, потому что здесь вот именно день должен быть таким очень насыщенным, наполненным, активным и, конечно же, радостным, потому что это звездный час. И наши золотые рыбки. Колесо фортуны, везение, успех, здесь какие-то достижения, внезапный поворот событий, что-то, наконец-то, сдвинется с места. Если была стагнация, не было никаких результатов, не было никакого движения в вашей жизни, наконец-то, что-то меняться начнет, наконец-то, что-то вздвинется с места. Это колесо закрутится и завертится, как говорится. Здесь для кого-то, может быть, поездки, переезды, для кого-то это может быть оформление документов, что-то связанное с заграницей, визы, ПМЖ, гражданство, меняйте паспорта, оформляйте что-то, какие-то документы на загран, может быть, или у вас появляются клиенты из-за границы. Это также расширение, увеличение чего-то, расширение вашего бизнеса, если он у вас есть, расширение, может быть, не знаю, ваших финансов, потому что это увеличение. Может быть, у вас есть бизнес, и, конечно же, здесь увеличиваются ваши финансы, увеличиваются клиенты, клиентов очень много, может быть, даже иностранных клиентов. Может быть, это какие-то приобретения, расширение места жительства, может быть, переезжаете в более просторный, хороший, престижный район, либо, может быть, приобретаете машину, приобретаете недвижимость, что-то, потому что здесь вот именно приятный сюрприз. Но это в зависимости, конечно, от вашей личной ситуации, что вы на данный момент хотите. Кто-то хочет документы, кто-то хочет дом, кто-то хочет машину, кто-то хочет переехать, кто-то, может быть, уезжает путешествовать или едет куда-то на заработки. Но фортуна будет сопутствовать вам. Здесь фортуна будет на вашей стороне. Это исполнение желаний, резкий поворот, и здесь очень позитивный поворот. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения, если вы до сих пор не подписаны на моем канале. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok